В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Снести нельзя оставить. Знаки припинания расставлены окончательно и без поворота. На неделе история рынка на пересечении Авроры и аэродромной, вокруг которого этим летом разгорелись настоящие страсти, начала обратный отсчет. В четверг в 10 утра к торговым рядам начали стягиваться спецтехника. И люди в форме. Мало ли что, эмоций хватало. Я вам дам и дорогую налоговую инфекцию. Вы как частный предприниматель платите. А за пользование землей вы не платите. А за торговлю вы не платите. Вы даете дяде Васе какие-то деньги. Пожалуйста, к этому дяде Васе и принимайте с ним все меры. Вы представляете, здесь будет газон и тротуар. Вот вы можете себе представить? А вы на рынке торговой отсидите. Там же у нас установлены места. В городе рынков полно. 10 раз вам сказал, что в 29 кабинете в департаменте потребительского рынка есть целый отдел, в который можно обратиться. И он вам даст адреса 13 рынков, на которые вы можете обратиться. Тех, каких перекупчиков их надо консистировать. Они орел, о которых в деревне приезжать будут. Они будут вот на тех местах торговать. Мы же покупаем. Я знаю. Я тоже здесь покупаю. Поэтому вот там все будут торговать. Понятно. То есть эти люди будут. Этот рынок в Самаре возник не вчера. Здесь, на перекрестке Авроры и аэродромный он появился еще в начале 90-х. Тогда вся страна покупала и продавала. Постепенно за 20 лет торговые ряды разрослись. И вместо положенных 1300 квадратных метров заняли территорию в 4 раза большую. Там, где когда-то был тротуар и газон, а теперь стоят лотки с разнообразной снетью. В лужах и грязи. Дешево и сердито. И прямо под окнами близлежащих хрущевок. Удобно? Ну кому как. Для кого-то принципиально покупать овощи чуть ли не рядом с подъездом. Ну а кто-то просто устал жить в грязи. Люди, которые здесь рядышком живут, они, наверное, будут недовольны, если его уберут. А с другой стороны, может быть, даже и хорошо. Мусора будет меньше. Все рыночники ходят к нам, к нашему дому в туалет. Нам территорию всю изгадили. С рынка тащат этот мусор поганный. Дорогу всю разбили. Они ратуют за то, что поставить. Никаких тут старушек нет. Вы видите, кто тут торгует. В случае какой-то чрезвычайной ситуации мы вообще отсюда не выйдем. Вы видите, все закрыто. Мы не сможем. К нам скорая помощь не может подъехать. У нас умирают люди, потому что скорая помощь не может объехать все это. То, что здесь на рынке царит антисанитария, признают даже сами продавцы. Логика проста. Последние деньки здесь работаем. Зачем убирать? После того, как все началось, заморока, все как-то заброшено стало. А до этого у нас все идеально. Грязь, антисанитария, мусор. Вообще нас замучил этот рынок уже, совсем замучил. Люди против. За этот рынок ратуют только те, кто тут торгует. О том, что такой финал неизбежен, хозяева ларьков знали давно. Планы городских властей навести здесь порядок не были ни для кого сюрпризом. О них еще в прошлом году объявили. А последние два месяца шли непрерывные переговоры с продавцами. Альтернатива есть у всех. В городе работает 13 рынков и будет организовано порядка 30-35 сельхозярмарок. Их список есть на сайте департамента потреб рынка. Да и сами продавцы о нем наверняка получше меня знают. Где, как и почем. Ведь у многих на Авроре не единственная точка. Но, видимо, в надежде, а вдруг обойдется, многие продолжали торговать. Несмотря на то, что последнее китайское предупреждение неоднократно звучало. Мы уже два месяца с вами разговариваем об одном и том же. Дайте нам до понедельника хотя бы. В понедельник мы сами все будем выводить. Я неделю назад, я лично зашел и всех предупредил. Неделю назад. Мы не слышали. Все. Я вам сейчас констатировал факт. Технику включили. Не, ну надо было на киоск прилепить. У меня даже фотографии есть, что я прилепил на все киоски. Ну это было когда? Два месяца. Ну так вам на раскачку времени сколько дали? Остановление. Понимаете? А вы если вы завесили? Нам только это то оставляют. Пошел. Я вам не говорил ни разу, что рынок оставляют. Продавцам вновь пошли навстречу. Разрешили здесь задержаться еще на сутки. Торговцы кукурузы, вот тоже вопрос, откуда они ее взяли, не стали брать паузу и выкинули свой товар, который, впрочем, в пыли не залежался. Кому война, кому мать родна. Порядок здесь должны навести до начала сентября. Всего с рынка уберут 150 нелегальных точек. К сожалению, люди все время у нас почему-то надеются на авось. Если нам два месяца дали, то еще два месяца постоим. Поэтому, я так понимаю, что люди все равно дозакупали какой-то товар, который они сейчас пытаются реализовать. Эмоциями пытаются решить этот вопрос. Из 150 нестационенных торговых мест, в лучшем случае, 15-20 являются теми, которые действительно сами вырастили продукцию, сюда приехали. В отношении данных предпринимателей мы будем осуществлять работу. То есть мы будем либо их размещать в районе мест для пенсионеров, ну, то есть сейчас будем, я думаю, решать этот вопрос. Либо будем разговаривать о переводе их на ту законную часть рынка, которая существует. Я думаю, что люди, как бы, в общем-то, должны понимать в конечном итоге, что город здесь пытается навести порядок, в первую очередь. Там, где сейчас стоят лотки, обещают власти, должна появиться пешеходная аллея. Что касается рынка, то то его часть, что стоит законно, на основании договора с областным имуществом, не тронут. Срок договора, кстати, истекает к Новому году. Что же будет дальше? Ну, все зависит от позиции министерства. Его глава Юлия Степнова еще месяц назад заявила СМИ. Не исключено, что рынок на Авроре продолжит работу, но уже в нормальном, цивилизованном виде. Ведь одно другому не мешает. Было бы желание. Пусть они его сделают цивильный. Ну, нельзя закрывать, понимаете. Мы сейчас будем затариваться к осенью. Должна быть вода, должен быть туалет, должен быть порядок. И вот такие дешевые товары. Ну, если неилегально, то, конечно, это плохо. Лучше все это, когда все по порядку, все как полагается. Ну и последний к этой теме штрих. Помните, сколько криков было среди продавцов, когда сносили рынок, что изуродовала улица Гагарина? Страсти улеглись, торговцы придели, а улица с каждым днем хорошеет. Ну и кому от этого плохо? Озеро Надежды. Ну и на финал очередная история про борьбу за жилищно-коммунальное светлое будущее. Нынче стало модно рассуждать о том, что владельцы квартир должны быть людьми сознательными, способными не только, что называется, качать права, но и помнить про свои обязанности. И тогда в их отдельно взятом доме, дворе наступит коммунальное блаженство. Это история как раз о таких, о грамотных собственниках. Но горе, как известно, бывает и от ума. Речь о четырех ТСЖ с одним названием «Озеро», что расположено на окраине улицы Солнечной. Дома здесь новые, построены всего лет 7-10 назад, дворы благоустроены, казалось бы, живи да радуйся. Но все это время председатели ТСЖ ведут борьбу с бизнесменами, что неожиданно-негаданно развернули бурную деятельность прямо под их окнами. Они начали нас выгонять отсюда, это наша территория. А мы в ответ тогда говорили, ребята, ну это зеленая зона, почему у вас стоянка? Ну так вот, Сербор пошел. Сербор, который теперь перерос в серьезный конфликт, начался в 2006 году. Тогда Самарский дом печати, печально знаменитый благодаря своей бесславной кончине и многочисленным уголовным делам, распродавал свою собственность. Среди прочего, с молотка ушла и та территория, что примыкает к вышеназванным ТСЖ. Покупатель – некая фирма «Алкеон», которая стала хозяином и скверика, что существовало здесь с незапамятных времен, и даже дороги. Это продавал дом печати, якобы. Но ни одна сделка по земле, пусть она принадлежит дому печати, без руководства города, никуда не могла идти. Никто бы ничего не решил. То есть этот вопрос решался на самом верху. В то время руководил господин Лейманский и господин Титов. Вот этот кусок, прям по фасаду дома, вот так вот, вот так вот, все это продали. То есть… В том числе и дорогу. И дорогу. А дорога, вот эта, она здесь была испокон веков. В первый раз ее продали сначала левой фирме подставной, а потом уже… «Алкеон» называется. «Алкеон» фирма была. А потом «Алкеон» продает через два месяца «Квадро», «Гриншпуну». Потом и эта фирма обанкротилась, ее имущество было передано одному из самарских банков, но чехарда собственников только еще больше запутала непростые отношения коммерсантов с жителями. Первой жертвой конфликта стала помойка, которая обслуживает все четыре ТСЖ. Ее еще в 2006-м бизнесмены выкинули с того места, где она по всем схемам должна стоять. У председателя ТСЖ все ходы и выходы записаны. План благоустройства территории как карта боевых действий. И на нем желтым по черному все, на что жильцы право имеют. Вот план благоустройства. На плане благоустройства, вот видно, хозяйственная площадка, все, да? Но самое-то главное, мы смотрим мусорку, Б. Площадка для контейнеров, мусорных контейнеров. Вот она, Б. Хоть стойте, хоть падайте. Вот у нас заканчивается фасад дома. Вот дом. И вот там, где сейчас у них будочка стоит, там должна быть мусорка. Она там была. Она была много лет назад, когда дома сдавали. Но ее потом демонтировали, попросили перенести сюда. И когда переносили, сюда деньги вложили. А они приезжают к территории нашей платить им мзду. Ну, вы поймите, ну как я буду ему платить мзду, если у меня законно должна быть здесь мусорка? Мзда – это на всякий случай 40 тысяч рублей в месяц. Но мусорка – это еще полбеды. Настоящую помойку превратилось в то, что когда-то было зеленой зоной. Вы смотрите, какой бардак там за забором. За забором там вообще кошмар, что творится. Это зеленая зона. А там не то, что бутылки, там наволом всего. Один мусор. Ответственный товарищ там есть. Говорит хозяин. Какой же это хозяин? У хозяина всегда должно быть все чисто. Зелень они оттуда все вырубили. Осталась глиняная почва. И вот эту глину в дожди они нам вывозят на дорогу, разносимая машинами грязь, летом в жару высыхает и летит вся в окна. Я живу на 10 этаже в этом доме. Вот каждый день вечером вытришь стол, грубо говоря, утром приходишь, значит, как будто бы ничего не вытирал. Я живу на втором этаже и подтверждаю, значит, пыль. Пыль, как вот, сам удивляет. А у нас 10 этаж. Как будто дорога вот под носом. Председатели ТСЖ уверяют, территория за убоким забором до сих пор имеет статус рекреационный. В те времена, когда здесь стояла профилактория дома печати, она значилась как зона Р4, то есть место оздоровительного отдыха. Сейчас же это зона Р3, то есть зона естественного природного ландшафта и зеленых насаждений защитного назначения, которые сами теперь взывают к защите. Часть бывшего скверика заняла автостоянка. Нет никаких правоустанавливающих документов на это. Просьбу показать, они отвечают, значит, типа пошел подальше. Не, ну не пошел подальше, а говорят все. В общем, мы здесь хозяева, что хотим, то и делаем. Наша земля. Весь ответ. Хотя того самого не знают, что я, как уже еще раз повторюсь, на территории, согласно земельного кодекса, принадлежащей к зоне Р3, не говоря о зоне Р2 и Р1, вот, запрещены всякие капитальные постройки, в том числе ограждения забором и стоянкой. Тревогу бьют не только жители, но и экологи. Только благодаря их корочке нам удается попасть туда, куда местным борцам за справедливость путь заказан. Проверка санитарного состояния. Давайте-ка открывайте. Свалки ваши, показывайте. Пожалуйста. Предписание тоже не может. Предписание нам не требуется. Это не секретная территория, не военный объект. Откройте, пожалуйста, и пообщаемся с вами. Мы не кусаемся. Мы еще на камеру общаемся. С вами мы, ну, хотите, без камеры пообщаемся. Вы, главное, дверь-то откройте. Вы, главное, меня не снимаете. Хорошо. Картина предстает удручающая. Перед нами лесная территория, часть которой уже уничтожена и отсыпана под автостоянку. Здесь имеются дубы, клены, в общем, липы, достаточно ценной породы деревьев. Роща тоже это представляет собой просто непревзойденную свалку. Вы загадили здесь основательно? Загадили основательно. Причем, значит, это вот эти свалки, вот там непосредственно, рядом с жилым домом, и жители всем этим, простите, Господи, дерьмом дышат. Это, конечно, неприятная вещь. И я сейчас сделала серию фотографий. На моей совести сейчас составление актов и доведение подобных фактов до городской администрации. Жить дальше становится здесь просто невозможно. Ну, потом существует норматива расположения вблизи жилых домов вот таких вот стоянок. То есть 15 метров, это 25 машин. А здесь же явно рассчитано на целые сотни. Это порядка 300 метров санитарно-защитной зоны. Должна быть, а где она? Я понимаю, в условиях города она, но здесь-то она вплотную к домам. Здесь вообще никакой санитарно-защитной зоны нет. Представьте себе, что делается здесь зимой. Каждый разогревает мотор. Жители бродят по заросшим тропам, вспоминая, какой здесь был тихий райский уголок еще каких-то 15 лет назад. Теперь о нем только белки напоминают. Этим зверикам просто идти некуда. Вот и вынуждены жить на помойке. Они специально пришли тоже засняться. Позирует. Вот он. Вот этот асфальтный круг. Вот. Вот это была клумба, что от нее осталось. И вот дорожки. Вот одна дорожка. Вот по одной мы шли. Вот дорожка пошла туда вверх. И одна дорожка вдоль забора. Вот здесь была зона отдыха. Зона отдыха у дома печати. По этой асфальтной дорожке, я вам говорю, люди гуляли летом. Зимой здесь была лыжня, катались люди. Вот смотрите, вот идет асфальтная дорожка. Вот спускаемся и смотрим, в каком состоянии сейчас здесь она находится. Михаил Тахтаркин, председатель ТСЖ «Озеро» и главный организатор борьбы за зеленую зону, делится мечтами. Он сам, а его жильцы не против выкупить эту запущенную территорию, чтобы потом ее благоустроить. Если собственник продаст по кадастровой цене, то есть не дороже, чем за 4,5 миллиона рублей, то это мечта вполне может стать реальностью. С каждой квартирой по 10 тысяч рублей. Сумма может и не маленькая, но на кону это роща, которую еще можно спасти, и потому жители согласны. Асфальтные дорожки есть, их немножко благоустроить. Они здесь есть, круговое движение, скамеечки, проблем нет. Вы представляете, пришел даже здесь вот сел, совсем другое дело. Не надо куда-то там выезжать. Если будет наше, постараемся, сделаем. Самое главное начать, шаг за шагом, как американцы, от шага к шагу. Мы раскидаем, если это на всех, я думаю, найдутся адекватные, адекватные люди найдутся, которые вложатся. 4 миллиона, как бы, это не такие деньги для такого огромного массива домов. Чтобы все было по-человечески. Не только я, весь наш дом на это готов. Жители готовы, но вот готов ли банк, собственник этой территории, продать ее по кадастровой стоимости? Вот в чем главная загвоздка. Понятно, пока здесь свалка и строить ничего нельзя, поскольку это рекреационная зона, грош цена этой земли. Ну, а если представить чисто теоретически ситуацию, при которой этот участок меняет все-таки статус, и становится зоной деловой застройки, понятно, что ставки повышаются. И очевидным становится, зачем было доводить сквер до такого состояния. Предвидя подобный исход, жители уже готовят документы в суд. Они уверены, еще при первых сделках купли-продажи земли, их права были нарушены. Здесь противозаконные действия были при продаже вот этой земли. Почему? Потому что они, значит, Дом Печати, должны были объявить об этой продаже, потому что мы могли также купить эту землю, граничащие соседи с этой землей. Мы имели полное право участвовать, значит, в опционах. Это было сделано в Тихомолку для того, чтобы мы не узнали. Конечно, шило в мешке не утаишь. Вы им советуете без вопроса? Да, я советую, потому что территория спорная, и конфликты уже тянутся много лет, и, конечно, а в чем проблема-то? Я уже думаю, 400 рублей на исковое заявление-то не найдут, если уж выкопить территорию, готово. Исход этих судебных баталий предсказать не берусь. Лично я надеюсь, что до них дело и не дойдет. И жителям все же удастся полюбовно прийти с собственником зеленой зоны к общему знаменателю. Лишний сквер Самаре уж точно не помешает. С меня продолжение истории. А на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин